Европейские правила на украинских дорогах. Водителей ждет пересдача экзаменов каждые 10-15 лет, запрет на парковку на тротуарах и обязательное наличие светоотражающих жилетов. Во всяком случае, такие изменения планируют в МВД. Законопроект в ведомстве уже подготовили и надеются, осенью его примет парламент. Что еще хотят изменить, знает Виталий Тарасов. В европейском антирейтинге смертей на дорогах Украина среди лидеров. 11 летальных случаев на 100 тысяч жителей. В Германии 2-3. Чтобы улучшить статистику, убеждают в ГАИ, нужно решить сразу несколько проблем. Все изменения правил обещают предварительно обсудить с общественностью. Через 10 дней в столице проведут всеукраинский форум по безопасности движения. Будут говорить и о реформах самой автоинспекции. Первое – это противодействие коррупции, использование техничных средств, что даст возможность уникнуть контакту инспектора с участниками дорожного движения. Это также запровадение предписанного невидворотности покарания и ревности всех перед законом. Пока же закона нет, хозяева машин ВИП-класса практически вне закона. А любые запреты можно одолеть гривной. Тем более, что это поощряется. Вот этот знак обозначает, что парковка должна осуществляться в трактно-тротуаре. Конечно. А вот это вот что? Вот это вот. Машины. А почему они нарушают, и вы здесь находитесь и берете за деньги за то, что они нарушают? По нынешнему законодательству эвакуировать такие авто нельзя. А составлять на всех протоколы инспекторов не напасешься. Системами автоматической фиксации нарушений пока оборудованы большинство стационарных постов в ГАИ. Но через 2-3 года обещают в милиции, установят их на 2000 направлений по всей стране. А потратят на это больше миллиарда гривен. Ужесточат и отбор самих инспекторов. Среди работающих проведут переаттестацию. Новых будут отбирать по европейским стандартам. Сильный, умный, благородный. Правда, на нынешние 2500 гривен в месяц, такие говорят, вряд ли пойдут. Виталий Тарасов, Юрий Керча. События. Канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин